С Мейром, где-то не видать тебя. Здорово были, что с тобой? Да ну что, температура поднялась. А что температура-то, от чего она? Ну, наверное, ангина. Ангина. А вы черноплодку себе оставили? Да, вон. Она очень полезна. Это на кого? Котик? Котик по столам лазит. А какой котик у вас? Откуда взялся? А это дочерин котик. Она его на херму отдала. Ну ладно. Я ей звоню-то не случайно, что вас нету. Я сегодня уже гляжу, нету, ничего не звоняет. Думаю, как же так? А я написала молитву на поддержку. А, там Андрей написал. Да. Так завтра придешь? Ну, надеюсь. Ну, знаешь, батюшка приехал. Он же богослужение провел. Ну, и смотри, как можно-не можно там. А то все ж такое. Прям кашляешь лежишь, да? Ну, сейчас начинается кашля, не знаю, как вылечиться, нет. Я знаю хорошо мед и малиновое варенье. Очень хорошо, с горячим. Мед ешь. Мед-то каждый день ем и травы пью, и все. Ну, все. Лечусь, активно лечусь. Может, где-то открываешь, стекла на машине-то едешь-то, форсишь. Да, устала, наверное, маленько. И вот, Господь меня так это, чтобы отдохнула маленько. Ну, давай тогда отдохнула. Я хотел увидеть, поговорить, думаю, как же так. Я уже даже думал поехать кого-то нанять, проведать. Да ну, Бог даст, приеду. Маленько отдохнула сегодня? Ну, отдохнула побольше, а раньше ложись, а завтра можно попозже встать. Больному это можно. Только смотри, вот так последний иди, проверь себя. Когда ты едешь, открываешь, у тебя, может быть, потная была, захватила. То есть надо очень внимательно смотреть. Только никаких уколов, ничего не делай. Потому что надо хорошо исследовать себя. Тогда уже думать о чем-то другом. Я вот без этого всего обхожусь. Нет, это... Да. Лекарства-то дали, а я что-то... Нет, я говорю, нет. Нет. А сам пусть организм будет. Да, естественно. Вот как где-то люди на севере, как они там лечатся-то? А они там то киджи, хитовый жир, то еще что-то. Каждый на своем месте находится. Я считал одни, говорит, там в Латинской Америке, говорит, некоторые могут, говорит, отказаться от лечения, говорит, потому что что вши сушеные, мокруши там что-то, они какую-то порцию дают и перемешают, и все помогает. А мы, говорит, ходим и знать не знаем, только хлопушкой хлопаем. Что-то кто-то сзади тут меня там маящит. Батюшка, это Елена. Благослови ее, чтобы она завтра приехала. У тебя рыба-то есть наша? А все, Христос. Рыба-то есть, нет? Нету. Ну, приедешь, завтра возьмешь. Не забудь только... А брала у меня или нет калину красную? Не, я калину не могу есть. Ну, так ты ее мешай с другим-то, с медом. На базаре мужик говорит, калина, калина, говорит, хорошая с медом. А мед заговорил, говорит, я и без малины хорош. Вот такая свадьба. Она, видать, как-то там печень чистит, а у меня она прям это... Ну, я знаю. Надо привыкнуть к этому. Я каждый день помаленьку добавляю. Оно, вот, калина хороша от желудочных разных болей, там, от кишок, от всего. Она очень лекарственная. Но заметь, которые лекарства, они не сладкие. Ешь, и говорит, пасху с горькими травами. Возьми чеснок, лук, хрен. Все горькое. Ну, а как калина? Калина, она целебная, поэтому и горькая. Вот так и товарищ бывает. Если он где-то подсказывает, не нравится, горький, но зато настоящий. Недавно кто-то тут написал. А вот он такой злой, там, грубый на Игоря. Но и тоже добавляет. Но уже безукоризненный. Он никогда не предаст этот человек. Он кривить душой не будет. Вот и все. Все ласки коснулись, когда уже по-другому заговорили. Да так. Мы должны это помнить. Я вот материалы вам скинул это. О нечистой силе, как лечились и где. Прочтите. Там протестанты как изгоняют, как православные изгоняют и как католики злого духа выгоняют. Он через горло идет. И бывает человек, который говорит, ему говоришь, а он лишь бы сорвется, все равно не может утерпеть. Это нехороший признак. Надо владеть собою. Сказал ли он, все, замолк. Твори молитву. А это нисколько не ниже разговора. Сейчас на меня один вышел. Очень хороший, видно, человек. Просто понравился видом. У меня был один знакомый, Долгов Саша. Уехал, когда пять лет работал на золотых приездах, где-то в Магадане или где. И когда вернулся, ну я спросил, платил десятину? Нет. Ну я говорю, мы тебя принять не можем. С ворами мы не знаем все. Так я заплачу. Посчитал. Он хороший заработал. И у него на книжке как раз. Я говорю, снимай деньги, тогда приниму. Ну он снял. Говорю, а теперь пойдем своей рукой подашь куда надо. Мы пошли здесь северо-западная 144. Баптисты отделенные были. Ну и Фирсову Володе отдали. Потому что у них были тайные каналы с Прибалтикой. Где там спрятанные люди печатали Новые Заветы. И все. Снял с себя бремя. У нас тут одна сестра была. Уходила и вернулась. Когда я расспросил, она десятину не платила. Я говорю, я тогда за тебя заплачу, раз нет. Ну все-таки договорились. Тогда к нам перейдешь. А зачем мы с ворами знать все будем? Вы обкрадываете меня, говорит Господь. Это она нам никогда не принадлежала, десятина. Бог ее приложил просто отдать. Иначе бы было жадное. А то именно меня обкрадываете. Божье. Ну вот так. Я сейчас пришел. Юноша. Тоже Долгов Александр. Того не стало. Он где-то скрылся. Живой, не живой. А этот Долгов Александр, 24 года, в Санкт-Петербурге. Готовится к окрещению. Все расспрашивал, как там. Повторяется, не повторяется миропомазание. Ну видно, что интересуется. Я, говорит, на вас натолкнулся. Был в Москве. У отца Кирилла Сахарова. Ну и оттуда узнал о вас месяца три назад, говорит. Ну и давай все смотреть. И материалы о крещении все увидел. Ну все. Я слушал, как ты там поешь, когда про крещата. Я говорю, смотри, она в коровнике поет. Интересно. Без музыки. А они же сейчас положили на музыку. Видели, нет? Да. Виктор играет. Она спела, Виктор. Вдохновился Виктор и уже. Ну да, такая-то мужина Екатерина-то написала. Она как ухватила все абсолютно. Что было известно. И клещ, как, и сколько человек было. И как там дороги у нас было. И как повернулись дороги. Не доехали до города. Она все вложила. Молодец, талантливый. Ну все, с Богом. Давай. Ложись, отдыхай. Вон, спасибо, Крест. Ложись. Завтра я тебе дам этой черноплодки обязательно. Ты ее с Калины или как помешаешь?